Водолеи, доброго времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео хочу вам представить терроскоп на октябрь 2018 года. Расклад вам покажет по традиции общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни, а также карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам данный месяц. Работать я сегодня буду с Торосом в Чиро Марчете. Это для тех, кто интересуется Торо, увлекается Торо. Так, ваша задача расслабиться, она строится на расклад. Напоминаю, что расклад общий выполняется для широкой аудитории. Проиграться однозначно для всех представителей знака Зодиака Водолеи он в принципе не может. Поэтому просматривайте, пожалуйста, терроскопы не только по знаку Зодиака, но и по знаку своего асцендента. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Десятка Пентаклей. Карта семьи, карта финансовой стабильности, крупных приобретений либо вложений, работа в крупной какой-то компании. Все, что вам приносит доход, приносит стабильность, умиротворение и ощущение праздника. То есть, если вы планировали в этом месте сорвать куш, вы его получите. Атмосфера праздника, атмосфера радости и, скажем, удовлетворение своими победами, либо своими начинаниями. То есть, те начала, которых вы положили, не знаю, там в августе, в сентябре, вот в октябре это даст свои плоды. Карта крупной суммы денег, карта прибыли. Что у вас здесь падает в плане работы? Перевернутая шестерка жезлов. Это то, что ситуация как бы тормозится. Это не быть, не сама по себе ситуация поражения или быть на вторых ролях. Это то, что, скажем так, в реализации ваших планов здесь идет отсрочка. Ну, не знаю, вот вы планировали какой-то проект, он не, скажем так, не идет сразу. Либо же в целом, как говорит Аркан, пока еще, скажем, результаты задуманного вами неизвестны. То есть, отношения с партнерами, коллегами, либо руководством, они, скажем так, неизвестны. То есть, расслабляться вам нельзя, потому что по этой карте конкуренты не дремлют. Если вы безработные на текущий момент, то ситуация останется неизменной. Если у вас собственное дело, либо вы наемный работник, то, как я говорю, здесь ситуация будет, ну, скажем так, отстаивать свои позиции, отстаивать свои права. Что же в плане финансов? Перевернутый мир. Ну, вот, как я вам сказала, отсрочка выплат. Вот, видите? Потому что здесь, вот вы сумму, например, которую вы рассчитывали получить, либо она будет частями, либо она будет целиком, но не в тот период, который вы задумывали. Но, тем не менее, видите, общая атмосфера месяца у вас деньги. Деньги все равно к вам придут. Поэтому вам не стоит переживать по этому поводу. По перевернутому миру это все, что связано с иностранными коллегами, деятелями, это прибыль, получаемая через интернет, какие-то новые контакты. Это все будет, но, как я говорю, не сразу. Перевернутый мир все равно даже в перевернутом положении он дает позитивную окраску. То, что вы получите, вы получите просто не все сразу, со срочкой. Что же с позиции здоровья у вас здесь? Падает перевернутый маг. Перевернутый маг сама по себе ситуация ухудшения вашего самочувствия из-за излишнего, скажем так, эгоизма и того факта, что вы не обращаете внимания на свое самочувствие, на свое здоровье. Относитесь к нему пренебрежительно, потому что здесь это проблемы либо интимной области, мужского обесилия, если смотрит мужчина, либо здесь в целом, ну, если смотрит мужчина, обратите внимание на потенцию. Если смотрит здесь женщина, то есть какое-то вот пониженное либидо, возможно, не хватает определенного вида гормонов. В плане личной жизни, восьмерка жезлов, карта переездов, перелетов, быстрого развития событий, интернет общения, сообщений, отношения на расстоянии. Если вы на текущий момент свободны, то это знакомства по интернету, по переписке и так далее. Если вы в спаре, это быстрое развитие событий. Это может быть поездка друг к другу, это вы можете съехаться, либо перейти, ваши отношения могут быть на новый этап. Так, ну и в плане совета, здесь у вас падает перевернутая девятка жезлов, но здесь у вас какой-то слишком пессимистичный настрой, когда вот вы раньше времени опускаете руки, перестаете бороться, потому что сам по себе аркан говорит о том, что вы либо упали духом, либо вы иссякли, либо вы не видите какого-то стимула или мотивации. Но карта говорит, скажем так, о вашем нежелании анализировать обстоятельства, сказанные слова, либо, скажем так, ваше неумение приспособиться к ситуации. Помимо всего прочего, здесь может быть какое-то утаивание важной информации от вас, либо вами. И это может сыграть впоследствии с вами злую шутку. Поэтому, как говорит аркан, как он советует, перед вами сейчас есть слишком сложная задача. То есть вы не уверены в своих навыках, либо способностях, но сейчас именно тот очень удачный подходящий момент, когда вы в состоянии решить даже наиболее трудные проблемы. Вашего потенциала достаточно для этого. Самое главное вам верить в себя, развиваться, реализовать свой потенциал и работать на полную, на полную катушку. Вот тогда вы добьетесь всего того, что вы запланировали. Но ключевое у вас это финансы. Если вы делали ставку именно на них, то вы это получите в октябре. Вот такой вот вышел прогноз. Надеюсь, для вас он все-таки будет позитивен. Пусть все ваши самые, скажем так, даже несбыточные мечты сбудутся. Искренне от всей души вам этого желаю. Но я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.